девчонки всем привет это видео будет о пустых баночках если вам интересно такое видео то оставайтесь со мной так и первое что я покажу это спонжик для лица у меня уже такой дряхленький я его выбрасываю на смену у меня есть спонжики которыми я сейчас пользуюсь я их покупаю с удовольствием с удовольствием пользуюсь так следующее это я много рассказывала об этом средстве то он мне нравится то не нравится скраб с малиной грустника чистой линии такой довольно таки щадящий и я уже говорила что в летний такой вот в теплый период мне он не очень радуется мне просто что он вообще ничего не делает на лице а вот именно в холодный период особенно зимой это просто вот чудесный скраб для меня я его на зиму еще себе куплю еще у меня закончилась питательная маска я уже тоже говорила про нее это маска 100 рецептов красоты питательная мне она не понравилась изначально потому что а в теплый период тоже она раскрывает слишком мои поры слишком получается питает кожу и что я еще заметила что моей жирной кожи нежелательно в теплый период пользоваться масками для питания кожи мне достаточно увлажнение такую маску использовала только зимой зимой это для меня просто незаменимая вещь была на следующую зиму тоже себе прикуплю можно использовать кстати как питательный крем просто нанести на лицо через 15-20 минут излишки убрать и у вас будет просто такая вот напитанная немножко такая жирноватая кожа я таким способом не пользуюсь потому что у меня и так довольно таки жирная кожа и мне хватает того что я наношу на 15-20 минут и после этого просто умываюсь у меня кожа гладкая такая мягкая я чувствую что она напитанная у меня так что советую бюджетная вещь так еще закончилась у меня маска увлажняющая чистой линии от 26 лет с экстрактом мельниц глубокое увлажнение улучшение цвета лица закончила до конца просто я этой маской было тоже довольно и не изменяю своему мнению изначальному я ее куплю наверное еще раз если увижу конечно потому что я ее нашла с большим трудом и либо маски для молодой кожи у нас не представлены так сказать плюс 35 плюс 45 55 есть цена ей 13 гривен я просто довольна было кажется вроде бы что она ничего не увлажнит ничего такого не сделать но после этой маски я не ощущала потребности нанесение крема это ощущение у меня длилось где-то 10 минут 15 но эти 10-15 минут я была довольна тем что я ощущаю просто увлажненное лицо в общем в нормальном состоянии она у меня нет потребности в каких-то вот лишних телодвижениях какой-то лишний мазоними вот так что вот я в принципе довольна и если увижу обязательно куплю девчонки советую 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 так и раз мы начали с продуктов для лица я покажу вам вот такую маску от organic shop это грязевая маска для лица органический экстракт ламинарии какой-то грязь мертвого моря и минералы принципе я не могу сказать что я была прям в восторге от этой маски она мне понравилась больше чем маска от эйвана очищающая но я вот ищу что-то такое именно из масок что мне подойдет идеально но вот эта вещь для меня не идеально но имеет место быть у нас в магазинах как можно чаще стали появляться такие продукты я надеюсь они не уйдут у нас потому что мне нравится и крема для рук и вот маски пилинги гаммаж скраб тоже кстати маска мне кажется из разряда для наверное чувствительной кожи вы больше может даже подойти для сухой кожи потому что я не заметила что у меня сильно пересыхала кожа после применения вот этой грязевой маски и еще как обычно у меня закончился крем для век чистая линия я им пользуюсь постоянно и на работе и дома я им довольна крем тоже стоил 9 гривен почему бы и нет но вот именно вот в этом оформлении не их ним классическом этот крем был немножко как сказать такой жидковатый он был еще легче такой прям легкий легкий ли мне кажется вот именно на лето вот этот самый такой легкий 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 подошел бы как нельзя кстати осенью и он был слишком ли в некоторые моменты я ощущала такой немножко не дискомфорт но я ощущала то что мне нужно еще больше увлажнения и я по второму разу наносила так что вот эта вещь вот именно в таком оформлении хорошо подойдет для лета чтобы не сильно наносить такой вот плотный крем именно на эту область для лета будет самое то так что кто любит чистую линию советую так еще для лица у меня закончился опять же очередной тоник от 100 рецептов красоты увлажнения и свежесть чем я его уже я не знаю какую баночку по счету покупаю 150 наверное в общем девчонки я в принципе уже говорила что пока я не нашла никаких альтернатив и принципе даже и не ищу честно вам скажу я им довольна на зиму вот именно на зиму для меня это самое то есть еще там с огурцом по моему и лимоном тот я тоже люблю обожаю я им пользовалась прошлое лето так что в принципе вот именно тоники от 100 рецептов красоты для меня это самое то и вот это масс так еще у меня закончились две умывалки вот одна из них это эйван кирт 3 в 1 200 миллилитров так это комплексное средство для кожи лица с алоэ и имбирем очищает тонизирует и увлажняет кожу на зиму я могу посоветовать для сухой кожи для слишком сухой не знаю но вот именно для какой-то суховатой может быть местами может быть именно сухой кожи такой не сильно сухой я могу посоветовать для жирной ну дело ваше конечно но мне не подошло не в плане того что жирнила слишком лицо кожа до гладкая после него все но это средство не пенится это средство наносится просто как жидкость какая-то на лицо не вспенивается даже на спонжики во первых спонжик даже жирный от него был во вторых просто я не ощущала именно то что кожа чистая просто как будто знаете для профилактики умылась все для меня это средство не подходит я не говорю что мы плохое просто мне кажется для вот именно какой-то может чувствительной нормальной для сухой кожи местами сухой кожи я могу посоветовать но именно для комбинированной и склонной к жирности к жирной кожи я не советую и еще у меня закончился увлажняющий мусс для умывания очищение увлажнения для нормальной и смешанной кожи сияние кожи а в общем это у меня доктор санты я как-то давно еще покупала но вот эту зиму я пользовалась только вот это вот умывалка она уже мне даже надоело порядка но когда она закончилась я поняла что это неплохое было средство мне жалко что он заканчивается как-то даже немножко подрастроилась но если вдруг что я еще куплю здесь была такая просто жидкость которую вы выдавливаете и она превращается в пен со стороны как мне говорили кажется что ты взяла пену для бритья нанесла на лицо и собралась бриться по поводу средства после него я не ощущала сухости кожи где-то 10 минут можно было тоже не наносить крем очищала неплохо кстати не прям до скрипа но где-то вот приблизительно возле этого мне нравилась сама упаковка пользоваться удобно было как есть дозатор не нужно ничего выдавливать никуда лазить там руками или еще что то есть вам запах у него кстати легкий но в то же время немножко с такой кислинкой и когда вы умываетесь вы его чувствуете но потом на лице его совсем не остается мусс идет для нормальной смешанной кожи но я взяла себе его на зиму как такое более-менее щадящее средство которое не будет пересушивать мою кожу для сухой нормальной кожи я могу посоветовать так еще для лица у меня закончилась две вещи так вот такой вот крем тоже закончился от эйван кир 100 миллилитров это у нас был питательный крем для лица соевым маслом и витамином е я очень люблю эти крема я уже говорила об этом я уже заказала себе новый как бы мне эти крема подходят вот именно холодная еще осень холодная весна и зиму я довольна этими кремами так что тоже могу посоветовать тем кому нравятся тоже эти крема те меня поймут запах конечно такой немножко я не сказала бы что он слишком приятный но какое-то время этот запах присутствует на лице где-то на минуту может быть полминуты и потом запах просто выветривается и еще у меня закончилась тушь от эвола она даже не закончилась у меня там еще туши мне кажется на волом но она у меня просто засохла она вроде бы и есть здесь вот на кисточке она есть но она такая очень густоватая и я не знаю просто ей невозможно пользоваться она стала осыпаться я ее брала только из-за вот этой кисточки в общем увидела думаю дай-ка возьму попробую да мне она очень нравилась ничего не скажу плохого про нее но вот то что она быстро у меня высохла это конечно минус такую тушь не знаю куплю когда-нибудь еще или нет но у меня как-то желание не возникает так что советовать тоже не буду